И Ольга Скорбогатова, ваш покорный слуга, который не только сегодня ведет сессию, но и делает проект «Цифровой рубль» совместно с моими коллегами. Поэтому, наверное, коллеги, сначала я вас, как непосредственно человек, который курирует каждый день, где мы находимся и что у нас происходит, проинформирую по состоянию на сегодня, что у нас происходит с проектом «Цифрового рубля». Напомню, что мы прототип сделали в декабре 2021 года. И этот прототип как раз банки, кто участвует в пилотной группе, смотрели. И в мае этого года, то есть в мае 2023 года, мы уже сделали промышленное решение. Промышленное решение означает, что мы можем идти в пилот на реальных операциях и реальных клиентах. И мы очень ждем закона. Антолий Геннадьевич Аксаков здесь присутствует, глядя на меня, преданно. Надеюсь, что это означает, что весеннюю сессию мы его примем. Николай Журавлев со мной здесь участвует и тоже помогает нам. То есть при принятии закона весеннюю сессию, как мы очень рассчитываем, мы можем уже с 13 банками начать пилотирование цифрового рубля. Напомню, что мы делаем цифровую рубль по розничной модели. Это означает, что мы открываем кошельки не только банкам на своей платформе, но мы и открываем кошельки физическим и юридическим лицам. Банки участвуют в процессе открытия кошельков и проведения операций как посредники. То есть человек, не выходя из привычного для него мобильного приложения, может инициировать открытие кошелька в цифровых рублях и проведение операции в цифровых рублях. Как только кошелек открыт на платформе Центрального банка, далее операция в цифровых рублях происходит уже на нашей платформе со всеми соответствующими процедурами, контролем и мониторингом. Что важно, еще раз повторю, но это действительно нам нужно с вами всем понимать. Цифровой рубль — это третья национальная форма валюты. Это не замена наличных, не замена безналичных. Это третья форма, которая будет в дополнение к наличным и безналичным расчетам существовать. Это пункт первый. Пункт второй. Цифровой рубль — это средство для платежей и расчетов. Много было дискуссий. Иногда нас пытались убедить, что цифровой рубль нужен в том числе для того, чтобы размещать депозиты на платформе Центрального банка, выдавать кредиты с цифровым рублем. Но, уважаемые коллеги, наша позиция постоянная и стабильная. Мы считаем, что коммерсанты должны заниматься коммерцией, то есть банки должны зарабатывать на кредитах, привлекать депозиты, это делать весь спектр банковских услуг, а роль регулятора именно в создании инфраструктуры и инфраструктурных проектов национального масштаба. Так как мы делали НСБК, так как мы сделали СБП, цифровой рубль — здесь абсолютно логическое продолжение. Мы входим в 11% стран в мире, которые при запуске цифрового рубля будут иметь все три национальные платежные инфраструктуры, которые обеспечивают суверенитет. Это международный консалтинг, нас туда сам поместил. Но это на самом деле очень значимо, потому что действительно, с точки зрения национального суверенитета в части платежей, при наличии НСБК, при наличии СБП, цифровой рубль дополнит вот эту линейку инфраструктурных решений, платформ для рынка и для участников, не только банков, но и в последующем, мы надеемся, финансовых посредников.